Более трёх тысяч детей Ненинского округа отдохнули в этом году в санаториях, лагерях и на летних площадках. Среди них отличники учёбы, спортсмены, подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также маленькие жители Заполярия, которые нуждались в санаторно-курортном лечении. Несколько месяцев назад его здоровье было ослаблено после операции. Но уже сегодня второклассник Богдан Рочев успешно постигает азы русского языка и математики, сидя за партой. Так быстро восстановиться мальчику помогло санаторно-курортное лечение по путёвке мать и дитя в рамках окружной программы. Мне очень понравилось отдыхать в Анапе. Дилуч в Анапе, юность в Весентуках и Митина в Кировской области. В 2015 году в этих санаториях отдохнули дети и подростки округа возрасте от 4 до 15 лет. Санаторно-курортное лечение получили 582 ребёнка. Ещё 300 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, побывали этим летом в Крыму. В этом году было на отдых выделено более 80 миллионов, а на следующий год тоже не важно. На следующий год мы планируем такую же сумму. Сумму, выделенную на отдых, уменьшать в следующем году не будут, но планируют изменить условия предоставления путёвок. Поэтому на следующий год всё, что касается санаторно-курортного лечения, мы предлагаем изменить. В собрании депутатов нами внесён закон, в котором предлагается организовывать лечение детей старше 7 лет организованными группами. Мы оставляем отдых детей от 4 до 7 лет через путёвку мать и дитя. Но здесь мы также будем смотреть уже стоимость путёвки, в том числе попросим поделиться с нами опытом социальных, которые покупают путёвки по 33 тысячи, а не по 45, как мы. Компания по оздоровлению детей Нинецкого округа ещё не закончилась и продлится до конца года. Заявку на отдых в 2016 году можно подать в отделение социальной защиты населения с 15 октября по 15 декабря этого года.